привет мои дорогие сегодня будем с вами готовить очень невероятно вкусные самосы с фруктами съездим на море мне там напомнили какие были невероятно вкусные самосы в крыму у нас их рецепт не очень знают и поэтому хочу поделиться им с вами очень вкусно очень по-летнему вы обязательно должны его попробовать для начала беру муку в муку сразу добавляю соль и ванильный сахар либо просто ванилин сахар мы сюда не кладем тесто добавляю сюда сразу же растопленное сливочное масло и хорошенечко перемешиваю до образования крошки теперь в эту крошку буду добавлять где-то с пол столовой ложки водки водка придаст более хрустящий с нашему тесту и на ней будут образовываться как пузырики во время жарки весь алкоголь во время температурной обработки испаряется поэтому не бойтесь дома всегда делаю я на кефире поэтому добавляю кефир можно добавить либо сыворотку либо холодную просто воду но на кефире тесто получается значительно мягче поэтому если для себя я делаю только так подмешиваю потом тесто на столе тесто прекрасно себя ведет ни к чему не прилипает в общем очень приятно с ним работать она очень эластичная теперь отправляю тесто в холодильник где-то на полчаса час для того чтобы в нем развилась клейковина и она была более эластичным тем временем подготовлю фрукты в этот раз буду использовать нектарины малину и бананы будет очень вкусно режу произвольными кубиками не очень большими и не мелко для того чтобы у нас все не превратилось в кашицу я использую именно такой набор продуктов можно использовать просто персики можно допустим сделать с ежевикой мы вот кушали как раз на море банан персики ежевика моей мамочке очень нравится персики банан и виноград виноград без косточки в общем любая вариация которая вам только захочется которая вам понравится в последнюю очередь я добавляю малинку и слегка слегка перемешивать для того чтобы просто мои фрукты были равномерно плюс-минус какая красота получается уже пахнет по-настоящему по-летнему очень красиво тесто полежала в холодильнике оно стало намного более эластичным с ним приятно будет уже работать и она будет хорошо раскатываться очень эластично раскатывать его небольшую колбаску и делить свое тесто на 6 частей каждую из частей слегка слегка подкатываю либо просто в шар либо вот формирую приблизительно как на вареники на быстро чтобы просто можно было потом раскатать круглую лепешку и начинаю раскатывать толщина раскатки где-то от 3 до где-то около 3 миллиметров пускай будет так смотрите по диаметру какой вы хотите получить смотрите смазываю одну половинку внутри водичкой а другую с наружу водичкой и внахлёст делаю вот такой вот конвертик и там где у меня была смазана водичкой слегка слегка прижимая чтобы у меня там склеилось получается вот такой прекрасный конверт в него засыпаю где-то треть столовой ложки сахара и наталкиваю фруктов как можно побольше сколько мне туда хочется можно не полный конечно ложить но также согласитесь но очень вкусно и теперь нужно очень хорошо защипать края если вы будете защипать края плохо они у вас разойдутся во время жарки и будет вытекать сок соков будет внутри много будет очень вкусно сладко в общем очень очень прям и вот такие вот прекрасные пирожочки треугольнички у нас получились жарим их на не сильно большом огне для того чтобы все-таки внутри фрукты слегка стали мягче если вы будете использовать яблоки их нужно предварительно будет немножечко карамелизировать и вот так вот до золотистой корочки с обеих сторон затем нужно будет отправить их на бумажное полотенце для того чтобы стекло лишнее масло вот такая вот красота у нас получится посмотрите пупырчатые вот такие и теперь самое-самое посыпаем сахарной пудрой и можно приступать просто сразу не кушайте потому что будет очень горячо внутри сироп горячий поэтому потерпите пару минут и кусайте ваш вот такой вот самый-самый вкусный сочный самос я уверена что вам понравится этот рецепт обязательно летом попробуйте его это очень вкусно не забывайте поставить палец вверх и делиться этим видео с друзьями а с вами был кекс до новых встреч пока-пока